Старое здание Хмельевской школы выглядит плачевно. Стены держатся на подпорках. Неудивительно, ведь построили деревянную школу Наскара в 80-х годах прошлого века. Здание это было перевезено с деревни Македонова. Это ушаровская сторона. И оно уже на тот момент было не новое здание. Сейчас приходит век. Хорошо, что такое решение принято. Школа будет демонтирована, а дети пойдут учиться в новую современную школу. Новое здание на 60 учеников будет готово в декабре 2021 года. Два кабинета для начальных классов, семь для старших, группа кратковременного пребывания. В правом крыле спортзал с раздевалками, душевыми и санузлами. Там же столовая на 30 мест. Работы идут по графику. Выполнена кладка стен кирпичной. То есть, занимаемся утеплением, перекрытиями. Готовимся к перекрытию спортзала. По коммуникациям выполнены для теплотрассы. Все приготовлены колодцы. То есть, все водоснабжение, водоотведение. Все готово к адресу. Сейчас на строительстве школы трудится порядка 40 специалистов. Работы выполняет сургутская компания, специализирующаяся на возведении школ и детских садов. В деревне Хмелево стандартное здание. Особенность стройки в ее местоположении. От большой земли деревню отделяет капризный табул. Особенность одна – река. Приходится корректировать только из-за переправы. Бывают сложности, когда лед еще не встал. Приходится немножко подготавливать заранее, то есть, планировать, чтобы побольше всего завести, чтобы работа не встала. Ну, не стояли ни разу, как бы все хорошо. Еще две деревни этого сельского поселения – Ахманай и Илань – отделены друг от друга болотами. Связь только по зимнику, поэтому 23 учащихся из 56 живут в интернате при школе. Для 400 жителей Хмелевского сельского поселения строительство – большое событие. Строится школа, значит, будут жить и деревни. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.